приветствую любителей предметно-материальной истории сегодня я снова в гостях у своего друга петровича и мы говорим о реставрации антиквариата и петрович расскажет детали восстановления различных предметов и ответит на вопросы наших зрителей петрович слушай ну самые такой интересный вопрос конечно его постоянно муссирует в комментариях почему именно лимонной кислотой следует очищать медные серебряные изделия а не какой-либо другой я вот смотрел в ролике у которого там десятки тысяч просмотров и благодарности и человек азотной кислотой ватной палочкой чистит монеты снимая при этом слой за слоем не только патин а вата автоматом превращается в порох но дело в том же конечно все приходит с опытом и а наука но она все-таки существовала и в советском союзе значит разработчики и музейные значит был разработан такой очиститель называется трилон b но ежели посмотреть состав этого трилона то он в основном состоит из слабых органических кислот но почти что на сто процентов лимонная кислота зачем платить бешеные деньги за трилон b он кстати продается вот когда лимонная кислота она стоит 3 копейки кубанская забава и значит когда люди задавают а какая концентрация концентрация делается такая чтобы ее можно было пить на язык даже пробовать она безвредная она не не проникает в микротрещины не будет давать разложение дальше металла основного и поэтому ну приблизительно приблизительно вот три четыре процента этот сверх даже достаточно даже последний момент у меня была сильно разрушенная иконка я ее еще половину разводил получалось ну где-то два с половиной процента ухты когда даже сделал ее вид сверх слабую кислоту ну продержал эту иконку я двое суток великолепно очищать помылась в ее значит промыл щелочной водичкой обыкновенной питьевой содой все протер насухо и это уже гарантировано что будет уже работать чистый предмет без всяких да и и и вот это хотел спросить тебя когда погружаешь в кислоту то на предмете проявляются такие вот как порошок красный выступает вот особенно медные предметы когда чистишь проступает красный такой абразивная поле сейчас по разе вот договорю и когда ты если оставить если не чистить регулярно то он въедается еще глубже чистить гораздо сложнее сложнее да но получается так что какая кислота не было дело в том что мышь если вот такие вещи они цинковые а цинка значит присутствие латунные а иначе латунь это медь с цинком естественно вы цинк выедается кислотой и в виде солей до наружу выходит они прилипают дома мало того и получается что эти даже атомы если ну на том уровне микронном вот цинк выжила получается каверночка такая в этой каверночке может остаться кислоты доли какие-то и она насчет вот кстати азотную кислоту почему ни в коем случае нельзя и вообще крепкие кислоты желательно не использовать потому что это чревато но потом со временем начнет разъедать 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 и так и разъезд полностью потому что попадались не значит в кавычках реставрированные старыми мастерами вещи они просто рассыпались в руках то есть как в губку получается во все поры проникает кислота и начинает поэтому знаешь поторопись помедленнее берем потихонечку потихонечку снимаем эти утраты или там окислы понял но это простейшего ничего же сложного нету не делитесь тогда вот хочу сказать люди не не берите сильные кислоты лучше время да потому что я вот видел этот ролик что там он буквально в одну так две секунды и вроде бы очистила ну и что а через пару месяцев это монета превращается в прах да вот что там еще переходим к следующему этапу самому интересному я так понял ты хочешь показать одновременно и реставрацию фарфора и реставрация эмали а потому что фарфор больше реставрировать чем значит простейший вопрос на сегодняшний день с каждым разом появляются новейшие всякие там препараты но это не очень новый конечно вот такая вот называется эмалька это синтетические эмали принимается применяется в ювелирке там или вот она двухкомпонентная значит и собственно эмаль и катализатор значит для того чтобы сделать но это слово было горе маленькая вот большой скол большой скол крышечки ничего страшного элементарно подводится сюда немного скотча делал сделалась наша гражданица маленькая развел эту эмальку залил и оставил отдыхать через буквально через пару дней механическим путем снимаешь я не знаю ближе можно показывать или не надо а я вот я потом да и вот не ну да он тебе видно шершавый но он как костяной он звенит уже да и вот такие вот утраты маленькие или вот еще вот у меня утраты вот обычного фарфоровых что же самое болячее место это вот пальцы отламываются ничего смертельного нету правда здесь вот на месте вот этих пальчиков сейчас можно увидеть здесь я фарфоре делал маленькую дырочку просверлил алмазным сверлом на эту же эмальку ставил нехромовую проволочку как качестве арматуры наводил эту эмаль потом обработал напильником обыкновенным брашмелем на филе очка все на сегодняшний день нужно тончайшим слоем вот этой синтетической эмали покрыть итоговый слой здесь а итоговый слой и по поставить чтобы оно схватывалось значит да вещь с кругом давит эмалька дорогая ничего не дорогая сколько стоит набор это 300 рублей ну если дорогие вот например извини ну вот эти вот тут клеи бешеные да это что для камня да это для камня вот это 1800 ну конечно бешеный ну ребята но его использовать если в быту и нужен крапушечки кстати это вот я читал вопросы у людей да сам самому делать это накладно вот проще обратиться к специалистам но мне приходят петров сделай ну что там не нужно но доля как рапушечки как ее отмерять нужно же пропорции соблюдать правильно показываю можно вниз все делается элементарно просто электронные весы берем кусочек лапсанчика кусочек лапсанчика положили сюда нужно и уже крапушечку вот не ну это знаешь как вот этот не основной компонент собственно эмальку нужно хорошо вымешать ну вот теперь обнулили вот больше не не надо будет ну вот получилось 0 0 3 0 3 граммчика это основной компонент закрыли 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 торгуют ее в большом количестве он забыл сколько там 0 3 0 3 значит мне нужно это как сто процентов на 4 0 12 0 12 опа 10 и тройки так и тут еще чуть-чуть есть хорошо чуть-чуть такое и теперь замешиваем на хорошие вот даже вот учитывая тот момент что я много делаю таких вещей да и тут для меня это слишком большое количество это для предприятия может быть и нужно столько кстати вот этот циано-акрилатный клей свое время ну еще в 90-х 80-х годах он продавался в баночках по 50 миллилитров и ты знаешь редко кто его вырабатывал пусть он схватывался уже бешеный вот сейчас он продается 3 грамма 1 грамм вот это отличная распасовка что вот видишь даже вот вроде 2 капельки капнул но объем довольно большой получил для слишком большую бен получился на 50 пальцев кого на 50 пальцев не так я же еще и вот эту нужно как крышечку сделать ну да это так же как клей заводишь сразу не текучесть хорошая текучесть великолепная то есть ты даже не кисточкой и размазываешь ну а зачем по телевочкам а грань на границе не получается волны там не бога конец но дело в том что наша потом когда уже он схватится его же можно нужно подкрашивать подкрашивать любой краской может чуть ли не акриловой и то есть вот эту часть ты слой за слоем получается накладывал до довольно глубокий скол насколько сколько времени так но здесь вообще было куска не хватало я говорю сколько ушло на такой кусок времени чтобы наложить его то это его быстро накладывать я север я под подвел сюда либо липучку ну скотч и так и просто залил а потом форму как бы сделал форму вот вот этот носик что от ломаный так а золото потом как-то накладывать будешь а где же этот листовое с усалочкой прям на эмаль приклеишь а на что приклеишь на домару это что такое домарный лап а а а и и и сейчас мы уже делаем шапу а а а а и а и и я и 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 Лишнее уберем. Знаешь, оно течет. Оп, и разровнялось. Все, песня. То есть через сутки оно застынет и можно будет обрабатывать механически. Так, и где-то у нас тут девочка была с пальчиками. Чтобы они блисткучие были. А пока же крупно пальчики сюда. Ну да, видишь, даже тут проволока проявилась. Привет. Привет. Бойной вопрос. У этих болерин шахеризода. Конечно, полностью воссоздать так, чтобы его и не видно было. Не, можно, но это очень такая заморочка. Заморочка, да. Ну, знаешь, это когда вот музейные там экспонаты. Ну да, несколько приемов. Накладывая там слой за слоем. Подбираете краски. Ну вот. То есть пальца здесь не было вообще. Там стоит проволока. Да, да. И ты вот спрашиваешь, вот видишь, сейчас переход. Да. Между. Вижу, прям крупно вижу. Вот еще момент, знаешь, какой интересный. Вот когда, ну ты делаешь или ты присутствуешь в том, что делаешь. Да, это видно. Это видно. А когда приходит, ну, незнакомый человек, говорит, ну, посмотри, что у тебя здесь так вот. Ну, в принципе, ну, вот даже на камеру видно, что цвет соответствует. Да. Вот обидно, правда, что видишь, сколько сделали. Теперь куда его делать, не знаю. В общем, значки всевозможные. Теперь, в принципе, вот ежели на значках нужно, ну, там же ямальки, они цветные ямальки, да. Элементарно колируется, начиная с чего? Паста от авторучек, шарика, от шариковой ручки. Или же нитроэмалька. Могу показать? Конечно, давай покажем. Так, сейчас. Вдруг кто-то увлечется и захочет восстановить орден, медали, значки всякие. Очень часто люди спрашивают. Как восстановить эмаль на значках и медалях? Да. Не, ну, это ж таким же самым... Это нитроэмаль у тебя? Это нитроэмаль, да. Ну, вот, конечно, чтобы далеко не ходить. Вот надо, да? Серый, допустим, надо сделать. Да, предположим. Живопись. Можно сделать черный. Ну, в общем, как палитру используешь пластик этот просто. Да. Размазываешь и ищешь. Буквально же несколько точек нужно, как правило, для восстановления. Поэтому выбираешь тон, который понадобится в работе. Оно... И, главное, после схватывания у него прям стеклянный звук по нему. Оно, ну, великолепно держит. Так, что вам еще нужно было заэмалировать? Ну, уже все, мы его заэмалировали. Давай перейдем к следующему вопросу. Кстати, ну, осталось, вот теперь, значит, чтобы не... А законсервировать ее разбавленную никак? Не-не-не-не-не-не. А теперь оставляем, чтобы контрольку. А, насколько застынет, да? Да. Проверяем, сработает или не сработает. Так, следующий вопрос у нас был про реставрацию книг и реставрацию икон. Ну, иконы, я так понимаю, это нужно разделять. Ну, конечно. Художник одно делает, деревянчик другое. Да. Ну, дело в том, что мы, вот я работаю в паре с девочкой, которая профессиональная, она художник, живописец. Вот я ей отдаю доски, она, значит, там, все. И вот живопись, иконопись, там, по золоту делает все. Ну, а я делаю остальную там красоту. Эти оклады, цаты, киоты, там, инкрусталь. То есть она восстанавливает живопись, левкаж возвращает на место, заклеивает. А там замочки какие-то там, украсочки делать. Ну, это, знаешь, это только вот взять, если показать. Да, наглядно надо отмывку, и как-нибудь в следующий раз обязательно покажем. Книги обещал показать. Мы в одном из роликов показывали, как делается переплет. Готово, есть что получилось? Оно, оно вот здесь лежит, вот они. Ну, нет, это, вот оно, видишь как, то, которое уже блок, а, вот это мы, по-моему, вот сшивали, да? Да, мы сшивали в ролике. Ну, а тут, видишь как, получилось, что мы его сбили уже на обложку, тут сезурку поставили. Теперь осталось сделать корешок и углы как-то обработать. Ну, не знаю, как заказчик сказал, что пускай вот эти потертости останутся, а углы мы немножко закрепим клеем и сделаем такие какие-нибудь там из чёрной материи. Уголочки? Уголочки, да. А не думал жидкой кожей попробовать? Кого? Жидкой кожей. Ну, может быть, это вот как, оно не к спеху, сделайте, заказчику понравилось. Видишь, обычно вот в ютубах там показывают, что они, значит, обрезают, обрезают полностью. Вот тут, ну, жалко, видно, что они нежелательно вот эти обрезки делать. Видишь, был срез вот расписанный. Ага. Вот. А подожди, а мы показывали, как это сшивали, да? У нас отдельный ролик есть, где мы показывали, как сшивали. Где-то ниточки заполнили, да? Да, 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 показывали. Работа, знаешь, как вот у меня есть книжка 53-го года. Кружок умелые руки в школе. Там очень чутко всё расписано, понимаешь, как... Как заклеивать книжки. Ну, информации много. Ну, там много лишнего, понимаешь, там написано, как клеи готовить, понимаешь, из чего лучше, из костного, из клейстера, из кархмального. А ты клей какой применял? А мы чё, ПВА. Наш родной, знаменитый ПВА. Как один художник, старенький дедушка, это в 70-х годах работал художником-оформителем в институте. Он говорит, «Малярка, я бы этому изобретателю, кто придумал клей ПВА, Нобелевскую, не, Сталинскую премию дал бы, понимаешь. Слушай, какая вещь, это открыл, покрасил, и всё, и живёт вечно». Ну, и как консервант же его можно использовать. Да, да. Он же закрывает поры все. А он ещё, главное, что интересно, берёшь обыкновенную чёрную ткань, тонкую, ну, сатин буквально, и его на клей сажаешь, потом клеем этим же ПВА промазал, и он получается как лидерин. Да, всё идеально. Ну, виниловая плёнка создаётся, а тканька кормирования получается. Да, ткань кормирования, и всё. А это, конечно, книжка «Вишена» очень ценная. Кстати, вот я видел уже репринтное издание, но оно не идёт в сравнении. Понимаешь, тут настоящие литографии. Хромолитографии надо. Да, хромолитографии, да. Вот это вот здесь. И, конечно, некоторые иллюстрации здесь уже немножко другие, чем в этой Википедии. Особенно, когда касается обнажённых тел. Знаешь, интересно, знаешь, тут скрыт. Не, ну, это нормально так. Ну, ничего же, жить будет книжечка. Она была растрёпанная, так понимаю. Вообще, они были отдельные листочки. Рубинс, фурмуль. Ну, да, 903-й год я какой? 910, я думаю, может, 915, я не помню. 907-й год. Приложение к журналу Дива. Так, ещё вопрос у нас был про шпон. Сейчас. А, да мы уже исполнили шпон. Сейчас, 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 не спешим. И, ещё один вопрос появился буквально недавно. Как на деревянных, на деревянной мебели восстанавливать углы с отклеившимся или разбитым шпоном? Вот, конечно, самый больной вопрос, это когда отклеивается шпон. Угу. Такой, наиболее распространённый, да. Или же там пузырями вздувается и там получаются такие, ну, пустоты. Что, как его сделать? Ну, это, эти вещи простые. То есть, берём тот же самый клей ПВА. Делается прокол шприцом. Вводится туда ПВА. Ногтём разгоняется по той пустоте. Потом накрывается чем-нибудь, ну, типа... Груз какой-то или что? Да. Такой, чтобы не липкая была. У меня, вот, есть вот подкладка вощённая, такая, из-под аракала, да. И утюжком. Буквально ты проходишь его, ну, несколько секунд. Клей полимеризуется мгновенно. И держит. На, мертво. Потом, вот эти утраты, утратам розень, если, например, оторванный, ну, это, конечно, неинтересно, оторванный, тут надо снять лаковую плёнку с соседнего участка, посмотреть, что это за, какой оттенок древесины, найти такой же шпончик, аккуратненько вклеивается, сошлифовывается и лакируется. Ну, аппликация, по сути. Аппликация, да. Или макетри. Да. Ну, в каждом конкретном случае, это, конечно, нужно бы есть массу инструментов, циклички, там, что такое. И вот так просто по Ютубу это невозможно. Невозможен. Это в каждом конкретном случае нужно искать. Ну, и, наверное, эта работа, она всё-таки требует подготовки какой-то, ты говоришь, инструмент нужен. Да, инструмент. Подготовка, знания, материалы какие-то. Опять же, человеку неподготовленному искать кусочек шпона, где он его искать будет. Это у специалиста, у него всегда наборцы. Знаешь, как вот ты вот насчёт касательной деревни. Ну, вот он, ребята, извините, это тарная дощечка. Старый ящик. Да, старый ящик. Вот он лежит, я не знаю, мне лет пять уже, наверное. Вдруг попадается мне какое-то изделие деревянное, где там вырван кусок. Вот я его сверяю, подходит колор, порода та же самая, та же, цвет. Видишь, цвет и тут имеет разные оттенки. Вот иногда бывает от такого дрючка можно кусочек с квадратный сантиметр. Выбираешь его, подогнал с ювелирной точностью. Приклеил, лишнее снял, всё. И никто не найдёт, что там какие-то утраты. Вот, кстати, знаешь, как вот в этих вот киотах, которые церковных, вот они, ну, извини, вот это 150 или 200 лет, как обычно, ну, халтуру делали во все времена. Ну, предположим, взяли не совсем сухую древесину, и она разъехалась. На задних стенах бывают щели вот в палец, в общем. Ребята, бутарная дощечка, милое дело. Подобрал цвет, подогнал его, вставил туда с клеем. Чуть-чуть с курочкой обработал. Никто не найдёт, что там что-то было утрачено. Но желательно, вот эти, я говорю, почему-то они у меня много лет лежат, вот эти досточки. Если вот ребята приходят, музейщики приходят, ой, Петрович, у тебя нет вот такого-то вот цвета. Ну, и ты ковыряйся. А шпон, да, у меня в складе лежит мешок шпона. Ну, вот, извини, карельская береза, да, вот эта, свелеватая. Ну, что ты, пойдёшь покупать где-то? Ну, у меня, не знаю, там уж нужен кусочек, квадратный сантиметр, да, да, чтобы оно было товарный вид. На эту тему тоже мне, ну, а, заказчики приходят мне и говорят, что у тебя, как бы, когда ты вот этот, нету здесь мусора, нету, каждая вещь, она нужная. Конечно, смешно, конечно. если не сегодня, то завтра пригодится. вот шо это такое, вот, извини, вот шо это такое, ты видишь? Кокаин. Это, это, пилки из-под шкурочки деревянные, когда тебе нужно заделать, действительно, маленькую-маленькую дырочку, вот ее тоже капнул туда цианно-акрыла-то, раз туда и втер. Никогда ты не найдешь эту дырочку. Ну, если цвет подобрать, да, деревяшки. Да, так, ну, поэтому, вот эти, вот, видишь, вот, темно-коричневый палисандр. Правильно? Это от шашеля, наверное, на иконочке заклеивать. Да, вот тоже хороший цвет. И ну, да. А что там еще у нас вопросы были? Да, вроде все, мы все прошлись. Вот, если коротко. Будьте щедры на лайки и комментарии. Они помогают продвигать наш канал и стимулируют нас для записи новых сюжетов о жизни антикварного ареала, его обитателей и реставрации антикварных предметов. А если подписаться на канал, то YouTube обязательно напомнит вам о выходе свежего ролика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok